Доброе утро! А этот проект тянуть не надо, он сам, как паровоз, идет вперед. Ну, как вам удается все совмещать? Нет, все очень хорошо, и то, что ребята поют все, что они хотят, и то, что им не удается петь на оперной сцене, ну, вот, значит, за 11 лет нашего существования мы уже чего-то достигли. Вот сегодня мы с большим удовольствием будем с Александром Захаровым подпевать песню Станиславу Мостовому, потому что, как известно, мы же не поем хором, мы поем, у нас солисты, это коллектив солистов, вот сегодня у нас будет солировать Станислав Мостовой. Станислав, вы же как раз солист Большого театра, да? Так случилось, да. И вы, получается, в этом проекте как отыгрываетесь за все то, что вам не дают петь в Большом театре, да? Вы поете здесь? Не знаю, просто как-то наш кругозор так широк, а репертуар Большого театра все-таки ограничен некоторыми культурными рамками, поэтому... Культурными рамками. Вот где он споет крейсер «Аврора» еще, как не у нас? В Большом театре ему не дадут. Хорошо, а помимо крейсера «Аврора» какие еще песни есть в вашем репертуаре? Ой, великое множество. Подождите, но проект «Инорад 21 века» он хорош тем, что действительно, Дмитрий сказал правильно, должны быть изначально неординарные голоса. То есть каврадоси Ленского и принца Калафа должны петь обязательно, каждый. А вот крейсер «Аврора» это надо уметь спеть так, чтобы это было лучше и чтобы это заранилось в душу каждого человека. А детская программа у вас замечательная какая? Нет, так вот мы когда не поедем детскую программу, мы всегда говорим, знаете, это не какая-то поганая итальянская опера, это петь надо. Да, петь надо. Вот, а детская программа существует уже несколько лет, удовольствие получают все. И взрослые дети рыдают. Особенно дамы за 30. То есть это вы аудиторию Стаса Михайлова потихонечку к культуре... Практически он ее потерял. В Малаховке 1 апреля он ее совсем потеряет. Но сейчас же полным ходом идет работа над большим концертом, который в конце мая пройдет. Да, это концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева, потому что в этом году отмечается 75-летие со дня его рождения. Мы, конечно, хотели бы выйти и спеть самое-самое-самое лучшее. Еще раз, когда концерт? 31 мая. А помимо Кремля, еще давайте напомним, когда ближайший концерт. Это в Малаховке? Это в Малаховке 1 апреля, 9-го у нас концерт в Доме архитекторов. И 21 апреля у нас очень важный концерт. Мы поем на сцене Светлановского зала Дома музыки. Одну из самых лучших наших программ от песни военных лет. Но это вы, наверное, не купите уже билеты. Раскупили? Да. Ну, уходит очень быстро. Вот такие, как детская программа, за 3-4 дня Дома музыки, 2000 мест. Сейчас же наших зрителей вы порадуете своими замечаниями. Но мы все-таки споем, наверное, одну из тех песен, которые будут звучать 31 мая. Вот эта песня, которая называется «Ты мне нравишься» или «Туми пьячи», которую пел Муслим Магомаев. Вот сегодня ее будет петь Станислав Мостовой, а два человека в черном. С удовольствием! Мы сегодня как люди в черном. А мы будем стоять на бэк-вокалах. Это самый дорогой бэк-вокал мира. Друзья, огромное вам спасибо. Всегда рады видеть вас в нашей студии. Это была программа «Календарь». Я Юрий Алексеев. Я Мария Карпова. Пишите нам по адресу календарь.собаку.р. Дефисонлайн.ру. Мы ждем ваших писем. Тенора 21 века прямо сейчас. Ту ми пьячи, ту ми пьячи, бэла-бэла-бэла. Бампина, дамюн бачо, миле бачи, бэла-бэла-бэла. Бампина, бампина, ми фай sempre più карина. Бэл, 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 бэл. Бампина, non c'è amore senza bacи, non so bacи senza amor. Ho, 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 ho. Non mi dire di no. Ho, 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 ho. Ti bacилу. Ту ми пьячи, ту ми пьячи. Бэл, 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 бэл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok